120 миллионов на 40-летие, украденная медитация и обещание плюнуть в лицо Собчак Скандалы Блиновской Бизнесвумен начинала с работы в рекламном агентстве, но увлечение психологией привело ее к созданию собственных курсов, мотивирующих на улучшение финансового состояния и отношений с окружающими Вот только с самого начала Елену Блиновскую обвиняли в инфо-цыганстве, а теперь к ней и вовсе приклеился ярлык мошенницы Девочка из Ярославля видела, как отец развивал ветеринарный бизнес, и неудивительно, что сама загорелась идеей открыть свое дело Вот только в отличие от папы Елена Блиновская делала деньги буквально из воздуха Но для этого все же потребовались время и определенная квалификация Окончив Ярославский государственный университет имени Демидова, Елена решила, что дальше будет довольствоваться курсами повышения квалификации Впрочем, в интервью она говорила, что у нее чуть ли не 10 образований, имея в виду те самые сертификаты по психологии Работа бухгалтера Блиновской быстро наскучила, так что она стала помогать отцу в бизнесе, пока не перешла в рекламное агентство Dream Затем женщина открыла свадебный салон, ну а в 2016-м выиграла конкурс «Миссис Россия Интернешнл» Широкую же известность Елена обрела, когда переехала с мужем и детьми в Москву Завела блог и начала продвигать марафоны желаний, призванные научить аудиторию формулировать стремления и притворять мечты в жизнь Помогать подписчикам Блиновская взялась за немалые суммы Участие в марафоне стоило от 4,5 тысяч рублей, но за категорию VIP нужно было раскошелиться на 200 тысяч Кроме того, блогер проводила масштабные тренинги, билеты на которые стоили до 30 тысяч Так и вышло, что многодетная мама попала в списки Forbes И все бы ничего, если бы не череда скандалов, которая заставила поклонников усомниться в искренности куратора И вишенка на торте в виде уголовного дела об отмывании денег и неуплате налогов Как же Елена Блиновская запятнала репутацию и потеряла доверие масс В день 42-летия, которое женщина проводит под домашним арестом, вспоминаем историю ее успеха и падения Королева инфо-цыганства С одной стороны, общественность поражала количество пользователей сети, готовых выложить круглую сумму за марафоны Блиновской С другой, с самого начала деятельности стали появляться недовольные клиенты Так, подписчицы жаловались, что в советах Елены много воды, а вот обратной связи, столь необходимой, почти нет Кроме того, участники сетовали, что не дождались обещанного результата Некоторые курсы предполагали, что каждый расширит финансовое сознание, но на деле ничего в мышлении и судьбе доверчивых людей не изменилось Символично, что Лилия Орленко, отвечавшая за выдачу участникам курсов дипломов, перестала как сотрудничать, так и общаться с Блиновской Бизнес-подруги Орленко назвала неэкологичным, не поясняя при этом, о чем именно речь Впрочем, теперь-то ясно, что Лилия вовремя выпала из схемы, которая могла привести ее к проблемам с законом Кстати, об экологии запуск шариков в небо в финале марафонов неоднократно становился причиной конфликта Блиновской с обществом охраны окружающей среды Впрочем, этот конфликт не шел ни в какое сравнение с шумом, который поднимали недовольные подписчики Елены К примеру, в прошлом году блогер запустила платные сториз за просмотр контента, для близких Блиновская запросила 10 тысяч рублей Фанатки сперва обрадовались эксклюзиву, но, как оказалось, полезной информации в VIP-контенте было маловато, так что поклонницы стали требовать назад потраченные средства В ответ недовольных попросту отправили в бан Кого еще послать подальше? Пока еще с возвратом Не даю людям юзать себя за 10 тысяч рублей Да, я заблачила несколько человек в платных сториз, кого-то без возврата, но с предупреждением, что не верну Из платных сториз можно попасть прямиком в бан, предупредила Блиновская, поясняя, что заблокировала лишь тех, кто распространял ее платный контент в сети, а не критикующих посты Роскошный день рождения В 2021-м Блиновская громко заявила о себе, отметив 40-летие с размахом Юбилей выиграл премию «События года», ведь на праздник на Алтая Елена потратила 120 миллионов рублей Еще бы на мероприятии всех гостей блогер привезла за свой счет, а выступали перед присутствующими Филипп Киркоров, Звери, Нюша, рэпер Джаклорб и другие звезды С мета это история на четверых, грубо говоря Мы в инфобизнесе меряемся своими приборами, кто больше, кто круче Когда я увидела ее на первом канале, подумала, наверное, лишнее было Я догадываюсь, сложно поверить, и, наверное, своей бессознательной частью я делала это умышленно Я понимала, будет классный праздник, но не предполагала, что это настолько бомбано Это не впервые, когда я приглашаю топов Я в этом живу, поясняла Елена в интервью для YouTube-канала Надежда Стрелец И хотя блогер серьезно раскошелилась на юбилей, подзаработать ей тоже удалось В честь дня рождения Елена попросила подписчиков прислать ей по одному рублю, и за час собрала таким образом миллион Все полученные средства Блиновская обещала отправить на благотворительность, вот только отчитываться об этом перед аудиторией не стало Скандальное интервью Собчак Ведущими на юбилее Блиновской были Иван Ургант и Ксения Собчак, тогда-то последняя, и заинтересовалась личностью блогера В результате Елена стала героиней выпуска «Осторожно», Собчак, который набрал 14 миллионов просмотров и вызвал огромный общественный резонанс Большинство комментаторов сошлись во мнении, что коуч зря согласилась на интервью, ведь журналистку в данном случае многие посчитали грамотной ведущей, умеющей выуживать из собеседника информацию, а вот эмоциональные выпады бизнесвумен, пропагандирующий сдержанность и спокойствие, мало кому пришлись по вкусу В начале интервью Елена была напряжена и немногословна, что впоследствии оправдала злостью на Собчак, заставивший себя долго ждать Накануне она также опоздала на праздник И ждали все Я и Ургант в гримерке И гости в зале два часа, поясняла Блиновская Я не хотела этого рассказывать Но вы не понимаете, почему я злая и закрытая в начале А это правда так? Так как меня стали заталкивать на пять минут на коня и показывать всем, как мы красиво подъехали Я вообще такие штуки не люблю Именно об этом и говорю Ксюше в интервью, давай покажем правду, что ты пассивный агрессор, а не обложимся лошадками И конечно, это не все, что меня выводило Но достаточно Остальное только между нами с ней теперь уже Провоцировала Ксения или нет, но вывести собеседницу из равновесия во время рафтинга у нее отлично получилось На вопрос, почему блогер не хочет поделиться со всеми контактами специалиста психологического тренинга, а массам людей, купившим у нее курсы, просто рассылает смс Елена взорвалась Я тебе сейчас вражу плюну или скину за борт Потому что ты сейчас жестко обесцениваешь мой продукт Массам смски А ты какому-то гуру ходишь, с чего ты это взяла? Возмутилась Блиновская Затем Елена заявила, что гиперэмоционально, словно ребенок, и откровенно обиделась Блогер закрывала уши руками, говорила, что ничего не желает слышать, а позднее, когда замолкала в ходе беседы, объясняла это вхождением в ресурсное состояние Некоторые психологи впоследствии оправдывали бизнесвумен, мол, она не играла, а жила в этом интервью, реагируя остро, но честно Однако большинство комментаторов катком прошлись по Блиновской, оказавшейся вовсе не той волшебницей, дарящей путь к мечтам, какой себя позиционировала Да и уход от ответов на вопросы о базовом образовании и уровне доходов поклонниц многодетной мамы не порадовал Сцена в лодке в выпуске с Блиновской, моя любимая, анализировала интервью Собчак Для кого-то жизнь — это гребля и работа с последующим привалом, а для кого-то — время, чтобы мечтать и входить в ресурс Две концепции Два архетипа Две жизненных философии И в нашей стране, где главная народная сказка про Емелю дурачка, который лежал на печи, а потом поймал волшебную щуку, не надо быть догадливым, чтобы понять, какая выглядит более привлекательной И виновата в этом уже никак не Блиновская Интересно, что интервью еще и спровоцировало слухи об изменах мужа Елены, а ведь в беседе Собчак блогер уверенно говорила, как супруг ее любит и что в случае чего оставит ей весь бизнес От комментариев про трещину в браке Блиновская отшучивалась, отмечая, что передаст Алексею привет от знатоков Украденная медитация Мало того, что методы Блиновской вызывали споры и сомнения, так в 2021-м ее еще и улечили в плагиате, предложенная Еленой в курсе медитация принадлежала Юлии Цвяки Знаете, чем отличается паразит от Творца? Творец творит новое Паразит ограничен матричным способом видения и восприятия, он может только копировать Паразит Елена Блиновская является обычной воровкой чужих медитаций, которые изначально были бесплатными Она не брезгует зарабатывать на этом деньги Она не брезгует воровать медитации, записывать их своим бездушным голоском, ориентированным на деньги и бизнес, делилась переживаниями Юлия Гуру марафонов оправдывалась тем, что не знала, кому принадлежит продукт, найденный на просторах интернета Однако Юлия ответила, что медитация была на ее собственном канале Блиновская тщетно пыталась связаться с Цвяки и предлагала ей указание авторства или компенсацию по результатам суда Быть в марафоне Паразита я не желаю Я не соглашаюсь на указание авторства Занимайся своим делом Ты даже прощения просить не умеешь Судиться с тобой Это в твоем мире судится В моем любят друг друга и признаются в этом, ответила Юлия на предложение Блиновской о сотрудничестве Марафон Дружба В феврале 2022 Блиновская попала сразу в два скандала Продавец Алексей Потехин утверждал, что блогер купила у него мужские часы Audermars Piggy стоимостью около 2 миллионов рублей, при этом оплатив лишь 100 тысяч в качестве залога Остаток Потехин надеялся отсудить, ну а Елена уверяла, что все его обвинения вранье Следующая резонансная ситуация случилась, когда на фоне политической обстановки в феврале 2022 Блиновская запустила марафон Дружба Подписчики заключили, что блогер пытается нажиться на чужом горе, собирая с участников по 15 тысяч рублей Впрочем, Елена подчеркивала, что проект никак не связан со спецоперацией Я готовила его только официально более года Все, из-за чего начался хай, мой репост сториз девочки, которая оплатила Дружбу по старой ссылке и написала, что это лучшее, о чем можно думать, объяснила блогер Налоговое преступление Разумеется, самый громкий скандал в жизни Блиновской случился в минувшем апреле, когда бизнесвумен остановили на границе за налоговое преступление Как оказалось, мать четверых детей задолжала государству 918 миллионов Очевидно, женщина спешила покинуть страну, ведь ее Мэйбэк мчался со скоростью 100 километров в час там, где разрешено максимум 60 Окружающие начали размышлять, сколько же Блиновская поднимала на марафонах, если лишь ее долги составили почти миллиард Интересно, что на Коуче оформлены лишь дом, квартира, две машины и пара земельных участков, а вот остальные 40 наделов закреплены за ее мужем Алексеем И это помимо особняков в Адыгее и Алуште, апартаментов в столице и автопарка, где стоят Mitsubishi Outlander, Jeep Wrangler, мотоцикл Orly Davidson, гидроцикл и снегоход СК заключил, что Блиновская раздробила свой бизнес на аффилированные организации ИП, чтобы платить налоги по упрощенной системе Вину за уклонение Елена признала, но пока что отдала государству лишь малую часть долга в размере 55 миллионов Следом уголовку за отмывание денег завели на мужа Коуча, ну а папа блогера и вовсе заявил, что Алексей ответственен за темные схемы бизнеса, а Лена просто стала жертвой ситуации Так или иначе, до 26 октября Блиновская находится под домашним арестом, после чего следствие вынесет ей приговор Хейтеры считают, что Елена заслужила наказание за обман доверчивых подписчиков, а вот поклонники призывают людей к терпимости и великодушию, ведь в тюрьме может оказаться мама четверых детей Субтитры создавал DimaTorzok